Без конца посторонние звонки. И предлагает черт знает чего. Людмила Петровна устала тратить свое время на разговоры с неизвестными. Голос на том конце провода то настойчиво предлагает ей что-то приобрести, то сообщает тревожные новости о сыне. Женщина не реагирует. Но так бывает далеко не всегда. Многие пожилые люди в аналогичной ситуации, не разобравшись, а расстаются со своими сбережениями. Тот, кто требует у вас изначально денег, звоня по телефону, это в любом случае мошенник. Человек, который хочет вам просто помочь от души, он позвонит, так и скажет, что где-то с кем-то что-то случилось. Он всегда представится, кто он такой. Вы всегда должны по телефону задавать наводящие вопросы. Когда мы виделись в последний раз? Как я выгляжу? Во что ты одет? Во что я одета? Говорить о каких-то ситуациях, о которых вы знаете только вы, о которых не могут знать посторонние люди. Телефонное мошенничество и другие способы завладения чужими деньгами описаны в памятке, которую выдавали каждому приглашенному на тематическую встречу. Там же можно найти советы, как вести себя в той или иной ситуации. Случаи мошенничества происходят ежедневно, ежечасно. Всплески, естественно, под всякие праздничные даты. К сожалению, когда люди открывают двери в надежде получить подарки, преференции, этим пользуются нагло и беспардонно те, кто на этом наживаются. До конца текущей сессии единороссы планируют выступить в Государственной Думе с законодательной инициативой, которая ужесточит наказание за мошенничество в отношении лиц старше 70 лет. Это будет непросто, поскольку выделить спецсубъект для отягчающего обстоятельства с точки зрения Конституции действительно непросто, но мы работаем в этом направлении с правовым управлением Государственной Думы, с юристами, с тем, чтобы 159-я статья Уголовного кодекса мошенничества в отношении лиц пожилого возраста старше 70 лет была усилена с точки зрения квалифицирующего признака, и вот этот возраст стал бы отягчающим обстоятельством в этой части. В борьбе с мошенниками самая главная профилактика, говорят организаторы встречи. Подобные мероприятия они планируют провести сначала во всех поселениях Одинцовского района, а потом и в других муниципалитетах Московской области. Основная и самая главная задача – это же, конечно, защитить, это, конечно, уберечь, это, конечно, предотвратить то, что может случиться, особенно с пожилыми людьми. Мошенники в погоне за наживой играют на доверчивости и порядочности тех, кто большую часть своей жизни прожил в Советском Союзе, кто привык доверять соседям и средствам массовой информации. Зачастую для того, чтобы предотвратить беду, бывает достаточно одного ежедневного звонка близкого человека с простым вопросом – как дела? Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.